Генеральный директор Бобруйск жилкомхоза Это без галстука. Самое неофициальное интервью с официальными лицами. Здравствуйте, Петр Николаевич. Программа называется «Без галстука», поэтому еще вначале я прошу гостя снять галстук, если позволите. Можно, в принципе. Петр Николаевич, Вы руководитель самой, я бы сказала, проблемной организации в городе. Как можете себя охарактеризовать как начальника в работе с подчиненными? Я бы сказал, что это не проблемное самое предприятие. Ну, сам себя охарактеризовать, конечно, сложно. Жесткий руководитель Вы? В зависимости от того, какая ситуация. Если нужно покричать, поругаться, можно это. Если нужно поблагодарить, то бывает и такое. Но все-таки с первого раза реагируют Ваши подчиненные на распоряжение, какие-то вот приказы в том числе? Если внимательно выслушивают, то с первого раза. Если нет, тогда приходится и голос повысить. А в работе с горожанами, с их обращениями? Ну, горожане тоже разные бывают. Иногда бывает общение с многими людьми. Бывает индивидуальное общение, бывает массовое общение. Поэтому где-то приходится и повышать немножко интонацию для того, чтобы приостановить какой-то пыл людей. И бывает такое, что можно рассказать нормально, и люди понимают. То есть диалог разный бывает. Но Вы стараетесь больше обосновать или перейти на высокий тон? Нет. Высокий тон – это редкость вообще. Вообще не почему. Потому что граждане, сами понимаете, когда они задают вопросы, им что-то наболело. Значит, что-то их не устраивает. Либо нужно исправить, либо нужно пояснить то, что они бы хотели услышать. В 1998 году Петр Ярош пришел в структуру жилищно-коммунального хозяйства в качестве инженера. На его памяти предприятие сменилось десяток руководителей. Сегодня в должности генерального директора он использует лучшие приемы управления коллективом и решение поставленных задач. Все из опыта уже бывших начальников. Основной задачей это стояло, стоит и будет стоять – это обеспечение жизнедеятельности населения в городе. Это комфорт, уют, тепло, свет. Ну, все услуги жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в программе «Максимум» помимо текущих поручений от городских властей – наведение порядка на земле и подготовка Бобруйска к главному весеннему празднику. Коллеги признаются – Петр Ярош совсем справится. Он профессионал своего дела и человек слова. Насчет порядка можно относиться к этому по-разному. То есть порядок может быть сегодня наведен, а завтра где-то что-то не доделали. Но это принимается всегда, можно сказать, с пониманием. Дается время на исправление и обязательно контролируется исполнение того же наведения порядка. Как человек тоже он добродушный, скажем так, всегда вникнет в проблему. Даже можно подходить к проблемам личного, скажем так, плана. Всегда подскажет, поможет и даст дельный совет. В детских мечтах кем вы себя представляли? Вообще в детстве, ну, когда был маленький, думал, буду космонавтом, как и все. Но повзрослел немножко, хотел стать похожим на родных, стать милиционером. Кто-то из семьи, родители? Нет, родителей нет, а дядя, там, брат были милиционерами, поэтому как-то хотелось пойти по линиям ВД, но потом передумал. Ну, а потом уже в зрелом взрослом возрасте, почему вы это определились? Ну, мне нравилась электроника, в электричестве копаться, поэтому как-то выбрал профессию электрик. А в какой семье вы выросли? Расскажите, кто ваши родители? Я вырос в деревне, в большой семье. Я был седьмой по счету ребенок. Моя мама имела две медали материнской славы и орден второй степени материнской славы. Воспитывался, ну, наверное, родителями, братьями, сестрами. У меня три сестры, три брата. Рос я в деревне, сейчас живу в деревне, но работаю в городе. Это где? Где ваши деревни находятся? Ну, далеко от города? Нет, 16-го, это от города. Это агрогородок Ленина. Вы сказали, что вам была интересна электроника, да? А вот если вспомнить школьные годы, какие предметы давались легче? А что пропускали, может быть? В мое время нельзя было пропускать. Почему? Потому что у меня в классе было маленькое количество людей. Начиная, наверное, с восьмого класса у меня было четыре человека в классе, поэтому если один кто-то отсутствовал, то урок не состоялся. Поэтому приходило ходить на каждое занятие. А любимым предметом у меня была математика, физика нравилась, химия, более точные науки. Черчение, начерталка, ну, это уже было потом в институте. А так, черчение в основном больше нравилось в школе. Жизнь за городом – это большие хлопоты именно по домашнему хозяйству были? Ну да, домашнего хозяйства, так сказать, большого и не было, и нету. В основном приезжаем, огород, летний период. Ну, а так, на сегодняшний день, наверное, все мечтают жить за городом и работать в городе. То есть это самый оптимальный вариант, да, сегодня? Расстояние большое, 16 километров до города. Можно сказать, что иногда я добираюсь быстрее, чем с другого района в центр доберутся мои работники. Расскажите, пожалуйста, свое рабочее расписание. Вот, например, понедельник. Во сколько вы просыпаетесь, что следует дальше? Ну, просыпаюсь рано, поскольку далеко добираться. Ну, водные процедуры, машина, объезд города с утра. Это ближележащие районы, в основном это Первомайский район, потом центр города. И в 7.40 планерка руководителей основных предприятий. Это Ленинский, Первомайский ЖКХ, теплоэнергетика, ДЭП, водоканал, горсвет. Ну и заместитель руководителя, главный инженер и замы по направлению действия. Значит, с утра уточняется, как, что, у кого прошло, какие вопросы, какие возникают, те или иные трудности выходные возникли, нештатные какие-то ситуации. Ну и дальнейшая работа по графику. Обращений много в день? Достаточно бывает обращений. Ну, в основном, вот была сегодня прямая линия, это 8 звонков. Ну, это зависит от того еще, кто обращается, насколько занимает телефонный аппарат, можно так сказать. Можно задать вопрос за 2 минуты, а можно его задать за 12 минут. Ну, на любой прямой линии, при общении с руководством города, с представителями руководства города, по линии ЖКХ всегда максимальное количество вопросов, от капитальных ремонтов до освещения улицы и тому подобное. Ну, я бы сказал, не всегда. Конечно, зачастую и большее количество, что по ЖКХ возникает больше вопросов. Ну, бывает такое, это, наверное, может быть, раз в полгода, что по ЖКХ мало вопросов, в основном идут там другие направления. Те же стройка, строительство жилья, там еще что-то, более тоже глобальные вопросы, которые интересуют граждан. Но, тем не менее, всегда присутствуют, ну, на нашей памяти и моих коллег вопросы ЖКХ неактуальны. Как по-вашему, эти вопросы вечны? Ну, я думаю, да. Почему? Потому что у человека разный характер, разные люди бывают, поэтому у каждого, кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Например, на сегодняшний день звонят очень много народу по... кому-то жарко, кому-то холодно. Вот с одного дома могут позвонить три человека. И что делаете? Пытаемся найти среднее какое-то компромисс. Объясняем, рассказываем, говорим. Кого-то успокоить, да? Кому-то потерпеть надо. Да. Человек к совести. Приходилось ли вам пользоваться когда-либо служебным положением? Иногда. О голой правде. Экономить приходится на всем. Личных победах. Курыть бросил четыре года назад. Самооценки. Я такой же, как и все. Самым большом счастье. Хорошая жена. Петр Ярош. Без галстука. Смотрите прямо сейчас. На вашей памяти за 17 лет самые абсурдные обращения по линии ЖКХ. Даже не знаю, как назвать. В какой мере абсурд, да? Абсолютно в разное. Я вам спектр очень широкий даю. Ну, например, котенок застрял на дереве. Его надо снять. Ну, вообще, это как бы неоказанная услуга жилищно-коммунального хозяйства. Но иногда приходилось вышку вызывать, залазить на дерево и снимать. Иногда с вентиляционной шахт доставали. Разное бывает. Поэтому в зависимости от того, как сказать абсурдное. Ну, бывало такое, вот звонят и говорят. Мой муж тут уронил туалет золота или там деньги и смыли. И вот ловили по канализации. Иногда находили, возвращали. То есть очень полезная служба, да, в чрезвычайных ситуациях? Ну, бывает по-разному. Как кто сработает, как быстро и как сообразят, кому позвонить, куда позвонить, где искать. Как люди, которые работают на этой должности давно или нет, знают, где можно что найти. Ну, освещение. У нас уличное освещение есть и уличное освещение. Всегда оно как бы актуальные вопросы. Но иногда бывает разное, они звонят, говорят, у меня напротив участок, а с него воруют. Вот, осветите мне, пожалуйста, участок. Мы им поясняем, что уличное освещение – это для улиц и для дворовых территорий, но не для освещения участков. Поэтому, ну, разные бывают вопросы. Скажите, а есть ли вопросы, которые уже много лет находятся в таком долгом ящике, которые пока решить невозможно? Ну, нерешимых вопросов вообще-то не бывает. Ну, бывает такое, что отлаживают на год, на два, ну, не больше, наверное, года два-три максимум. Но это все же связано с финансированием, открытием финансирования, с той или иной статьей. Можно это делать, нельзя по одним направлениям. Поэтому практически вопросы все решаются. Но все упирается в деньги, конечно, да? Ну, конечно, навсегда, по все века, все упиралось в деньги. А как приходится экономить, расскажите? И на чем экономите? Экономить приходится на всем. Ну, это как в семье, понимаете? Семья зарабатывает деньги себе. Значит, некоторые говорят, тут все мало, мало, мало. Просто надо знать, куда их использовать, как использовать, для чего использовать. Поэтому экономия должна быть экономной, можно так сказать. Экономить можно на всем, но надо знать, сколько сэкономить, как сэкономить, чтобы не ущерб было предприятию, работе и всем остальным. Ну да, но нет такого, что вот сэкономим на Ленинцах сейчас, да, вот первомайцам дадим, а в следующей декаде наоборот. Нет, такого нету. Что планируется, конечно, да. Например, в зависимости от того, какие работы, какие виды работы выполняются. Поэтому, может быть, в прошлом году, например, 8, да, у вас была Ленинская ЖКХ, это я образно говорю. В этом году будет 8, первомайского ЖКХ, а наоборот, там будет 5, Ленинского или как. Ну, в зависимости от того, какие планируется выполнять работы капитального характера, те или иные. А так, в основном, средства распределяются практически одинаково по двум районам. Часто ли вы бываете за границей? И что бы хотелось привнести из зарубежного опыта, может быть, в своей профессии? Ну, за границей не так часто бываю, но иногда приходится выезжать. Конечно, за границей уже все поставлено на механизированную уборку, на отделку. Больше всего там уходит денег у граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть они сами. То есть практически там все делается за счет граждан. Там муниципалитеты, они мало денег тратят на общественное, больше такое на общее. Ну, я думаю, что скоро и у нас такой будет, придет к тому, что все будет, все будет достояние народа. Будут деньги и те, и те, и тратиться на те нужды, которые нужны для города. Ну, сегодня вы призываете граждан к тому, чтобы они в какой-то мере сами решали свои проблемы. Те же парковочные места и еще какие-то детские площадки. Я бы сказал, они проблемы, но комфорт, да. Например, ремонт подъезда уже как планово входит за счет граждан, ремонтируется. Это нужно для того, чтобы граждане, которые влаживают средства, либо сами ремонтируют, сами же следили за тем, чтобы не портилось. Почему? Потому что возьмите часть новостроек, снаружи он дом новый, красивый. Внутри заходишь, если есть особенно малые дети, то, ну, очень плохо относятся к имуществу общего. Социальные дома на Западном, верный пример. Да, и это тоже. Дело в том, что самое главное, чтобы граждане правильно воспитывали своих детей. Ну, когда дети вырастут, они будут воспитывать своих детей. Посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Что из классического трио вами выполнено и довольны ли вы результатом? Ну, у меня все выполнено в этом ракурсе. У меня есть свой дом, который я построил. У меня есть сын, который сегодня учится в академии. Даже есть еще и дочь, которая оканчивает школу. Хорошая жена. Все, в принципе, есть. Работа ей все есть. Вне кабинета Петр Ярыш, любящий муж и отец. Считает, что только благодаря крепкому тылу можно достичь больших высот. Он бережно хранит семью и память о своих предках. В канун 9 мая особо трепетны рассказы о героях. Один дедушка, он прошел войну, это он на Украине жил и умер потом уже после войны. А второй дедушка, он погиб во время войны, похоронен в Польше, в братской могиле. Я вот недавно ее нашел, родственники туда ездили, мне пока не попало туда попасть, но мечтаю попасть туда. В выходной день у генерального директора Бобруска жилкомхоза событие нечастое, поэтому старается проводить его с максимальной пользой. Рыбалка, охота, велопрогулки и обязательно в программе каждого дня, при любой загрузке, забота о четвероногих членах семьи. У меня две собаки, две овчарки немецкие, длинношерстные. Я очень люблю с ними играться. Дома играюсь, прохожу, прогуливаемся вдоль лесопарковой зоны, в лес. Отпуск, время для любимой супруги и, как правило, у Черного моря. В этом году семья планирует летние прогулки по Одессе. Что по вашему счастье? Это семья или карьера для мужчины в большей степени? Для мужчины это счастье в семье. Это, наверное, и для женщины тоже. Почему? Потому что для любого человека семья – это, наверное, превыше всего. Ну, а карьеру ее рано или поздно можно сделать. Есть ли у вас вредные привычки? И пытаетесь ли вы от них избавиться, если есть? Честно говоря, нет праведных привычек. Курить бросил 4 года назад. Спиртным не злоупотребляем. Ну, все, вроде вредных привычек таких сильно не замечалось. Может быть, вы любитель скорости? Ну, иногда, ездя по хорошей трассе, могу на хорошей скорости проехать. Ну, а нарушения часто бывают? Скоростного режима? Да. Ну, приходит иногда. Бывает, да? Да. Ну, в основном это нарушение за городом, превышение скорости. Поэтому фотофиксация приходит, она письма счастья, так называемая. Пользуетесь ли вы современными технологиями и можно ли вас найти в каких-то социальных сетях? Ну, я такой же, как и все, в некоторых сетях пользуюсь и бываю зарегистрирован. Ну, в некоторых нет. Но времени редко когда хватает, поэтому иногда по вечерам откроешь, так посмотришь, закроешь. То есть, можно обращаться как-то через? Можно, почему нет? И обращаются некоторые. Верующий ли вы человек? Ходите ли вы в церковь? Ну, я бы не сказал, что уж сильно верующий, но в церковь хожу, крестился, крещеный. По праздникам бываю в церкви. В конце интервью небольшой блиц, вопросы, которые вам еще наверняка никогда не задавали журналисты, если позволите. Пожалуйста. Ваша самая характерная черта? Верность. К чему вы испытываете отвращение? Измение. Вы бы смогли выстрелить в человека в целях самообороны? Наверное, нет. Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Скромность. Приходилось ли вам пользоваться когда-либо служебным положением? Иногда. Последняя книга, которую вы прочли? Устав. Что бы вы поменяли в своей судьбе, если бы была такая возможность? Наверное, ничего. Это был Петр Николаевич Ярош. Таким вас точно еще никто не видел. Спасибо за это интервью. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Петр Николаевич. Петр Николаевич. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Редактор субтитров А.Семкин